здравствуйте привет рыбакам любителям здравствуйте браконьеров видно смотри что там это на поджарку на поджарку на поджарку, честно не, обрезу были бы разы, были бы разы раковины раковины скажите пожалуйста давно хотел узнать проездишь платный правильно по мосту а сколько денег? 20 а чек даете? если надо выпишем ну так если рыбак требует то даете чек да а там что где телевизор там стоит семенной телевизор телевизор ну пожарить мы берем себе пожарить телевизор? да я крючки не умею учитесь подключайтесь на youtube канал сюда клево и давайте учитесь вязать крючки вязать вязать крючки вязать крючки вязать крючки не отрезай да где нож? вязать крючки ну и на телевизор вязать крючки что это надо? а ну и на esqueке вязать крючок это неயет а да как Боже? Честно мой. Ну выписывай протокол тогда, шо? А ну, Сань, бери палку, потянутся. Шо шо? Шо дать? Паспорт есть, пока есть день рождения? Нет. Ух ты, ты, и там пожарка. Сколько амеры пожарить? Сколько амеры пожарить? А сколько ты ешь тут? Пять штук я езжу. Ого. Много. А за сутки? А за сутками курку оплачу я за мост грошей. Влечивайся? Он платит вам зарплату. А кто ходит в магазин? Я пойду, чтобы куплю водки, чтобы иначе все, колбасы. Кто ходит в магазин? Да? Мне надо подать с той стороны. А ну давай, куда? Не. В ***. Я бы сказал правду, тут не тики телики. А там култунайчики же сетки стоят. Я правил на этажу? Где? Култунайчика? Не, у меня сеток вообще немало. Култунчика? Не, честно, у меня немало. Ого. Где нож? А где нож? А где нож? А вот он. Смотри дома. Я вижу. Чего за рыба? Я не знаю. Дашь мне пять корзей пожать. На улицу ловили. Дай пять корзей пожать. А ты черная рыба, как ему тебе дать? Я не ловил ее. И я не ловил. А как он тебе дать ее? Ему телевизор только украл. Украл? Ну, снял уже. Удумаешь, я нарисовал, что он умер на твоей? Ладно. Это в моей погоде. Один на твою? Один на твою? Один на твою. Ну, получается, я в курках зарплаты, да, вы одеваете? Ну, а даю ему. Зарплату ему? Ну, а кому? А за что вообще плата? Почему платный проезд? Ну, нарисовано, как директор сказал, два труда из машины. А за что? А за что вообще? А ремонт? А света? А ремонт? Ну, сварка, суярка. Мы же электроды покупаем за свой счет. Ремонт идет за счет этого. Вот тут перебивает тысячу машин. Тут можно ремонт поставить золотый. Попробуй. Есть тысячу машин. Ну, а то, что вот сейчас карантин, люди едут. А за месяц, за пару дней, за плет. Сколько тебе дать? Сорок. Я на воде работаю сорок лет уже. А что вы не знаете, что тринадцатого запрет? Что машины будут ездить? Тринадцатого? Апрель. Нет? Ну, запрет будет апрель, май, и все. А потом, что июнь. А эти два месяца будут ездить? Июнь, июнь. Чешные дарят. Отдыхают. Идут. Ну, так. За счет лета и уплачивается круглый год. Ты уже не думаешь, ты очень приглашаешься. Ага? Да, да. Да. Воспространение. Ага. Вот. Ага. Ага. Никак. Ага. ребята потребуйте хоть раз чек вот-вот ради интереса что тут за что берут деньги попро потребуйте хоть разок мне просто интересно самого увидеть этот чек ну вы же не требуйте вы даете только деньги потребуйте сказать и дайте чек за шоу вас же уплатить деньги ну правильно ну так дайте человек он просит не я прошу он просто правильно ну и правильно а то блин устроили бизнес хабари везде давай да ну на тихом людей немерено просто ну в принципе найдете я думаю что дети поплавочек там идеально мы просто по-другому по по другим вопросам а шо смотрите да серьезно ну да и шо как бы зачем я должен давать свои документы когда же не ваши я я вас не фотографирую дайте посмотреть миду венчинами дуку что я должен объяснить ничего я должен давать свои документы я ваши документы мне не нужны мне нужны документы за что вы берете деньги дайте посмотреть на касс номер 7 села троицкая звездку с измеными тарифов заплаты за проезд через месяц наказу установить оплату от 1 автотранспорту так вот цикл 20 гривен легковой авто 20 микроавтобус 20 трактор 20 для жителей села троицкого и яске проезд безкоштовый охранцы моста повинны выдавать квитанции за проезд через мест а клиенты которые оплачивают оплатили за проезд берегте талон у себя курко все ну ничего такого нет это же не ваш это же не ваш документ вы снимаете да ну вот тварь кто вы за что за эти за эти деньги я говорю о том что вы не рекламу тоже четко написано охранец охранцы ма повинны выдать и квитанцию повинни бля они выдают ага выдают вон поехал тысяча машин ни одна не выдала квитанцию миллионы вы видели те миллионы при этом друзья рекомендую каждому из вас требовать чек от этих людей которые стоят на охране этого понтонного моста чтобы они вам давали его куша если вы не даете то эти деньги вы сами понимаете да никак не учтены громада это троицкая берет 20 гривен но они же как смотрят сколько есть чеков столько-то значит столько денег поступило на громаду то есть если вы даете деньги и не берете чек значит те деньги которые вы дали они на громаду и на ремонт моста скорее всего не идут а куда они идут догадайтесь сам я ничего говорить не буду вот очередная машина проехала и чек не взяли ребята чего чек не берете вот чек чего не берете вот вы деньги создали один чек не взяли вот почему вот объясните вот вот понимаете вот и получается что громада троицкая да берет деньги на громаду и на ремонт этого моста по количеству чеков проданных вот вы создали деньги вот куда эти деньги ну как но вы сами логически подумайте если эти деньги значит что-то вам должны дать взамен но вот видите то есть ну а если вы потребуете чек это еще будет два блага потому что эти деньги будут учтены вы понимаете то есть крышочек вам отдадут понимаете конечно вы только только требуйте требуйте давайте вот мне даже интересно посмотреть вот вот видите просто я тут полчаса блин и все машины которые тут ездят и сказать ребята берите чеки берите чеки ну вот а то получается вот эти как раз деньги идут на ремонт вот именно те учтенные они учтены куда как они вот вот эти смотрите вам дают чек все красиво блин вот теперь вы не просто дали деньги а деньги пойдут на ремонт моста все как положено удачи вам вот лучше пять минут подождать но за то чтобы было все как положено правильно 20 гривен и сейчас вот ребята возьмут берите у них чек не не давайте просто так деньги вот видите вот выписывают чтобы все было по закону все как положено вот видите у них чек не давайте просто так деньги а не понял допускают пускай все нормально единственное чтобы спросить у них чек чтобы не давали вам чек не не давайте просто так деньги 20 гривен да то есть чтобы деньги шли на мост на ремонт его на громаду на троицкую они просто так непонятно кому куда и чего согласны ну да есть конечно есть клев все хорошо если что на не давайте просто так деньги требуйте чек что вам давали чек 20 гривен стоит проезд но чтобы вам дали чек чтобы эти деньги пошли на громаду троицкого и на ремонт этого моста а не просто так чтобы глядал все и ушел поняли все вот точно так только так и не как друг по другому правильно вы только за те учтенные понимаете а так это внешне учтенных как она получается здравствуйте требуйте чек за проезд чтобы вот 20 гривен заплатите чтобы они вам дали чек чтобы эти деньги пошли на громаду троицких и на ремонт этого понтона а не просто так конец они обязаны дать обязаны да смотрите нужно требовать чек чтобы проехать потому что если вы даете просто так 20 гривен то деньги куда идут они дают да требуют дайте дайте 20 гривен вам дают бумажку официальную чтобы эти деньги пошли на ремонт моста на на громаду троицких они просто так вот просто в никуда окей я все так не даты они обязаны даты мою машину очередь будешь в яске смотри все чеки теперь берут понимаешь все как положено фаре красота нос будет новый золотой будет если каждый по 20 гривен можно новая железа купить все правильно отлично то есть люди боятся переезжать да а так смотри сейчас выполнят норму этих чеков блин сейчас чековая книжка закончится добра давайте давайте хорошо давайте давайте да посмотри да чек дали дайте чек дайте чек человеку не дайте чек дайте все должно быть по закону я не контролирую я подсказываю гражданину отлично ничего страшно пускай вы видите никто не возмущается все терпеливо ждут когда вы идите чек о лично супер-супер я кумарю я понимаю вам вам нелегко поэтому если каждый будет заплатить 20 гривен и пройдет от через чек вот этот нос через полгода будет золотой понимаете да ребята вы поняли да если вы едете через этот мост понтонный неважно какой этот или тот который первый обязательно требуйте чек только тогда есть вероятность того что эти деньги будут учтены троицкой громадой и только тогда есть возможность что за эти деньги будет он ремонтироваться жаль конечно что наш менталитет такой что люди не привыкли ждать люди хотят быстро уехать кину деньги и поехать но правильнее было бы конечно братья требовать чек а так если даете эти деньги просто так без чека то сами понимаете что они не учтены и куда они могут деться уважаемые жители села троицкая обращаюсь к вам это ваши деньги и только от вашей активности зависит идут они на улучшение вашей жизни на ремонт моста или нет уверен что здесь при пропуске машин есть много нарушений и скорее всего это кому-то выгодно но ведь если сделать все правильно то процесс можно превратить в источник дохода вашей громады а пока только мы имеем старый наладан дышащий мост и разворовывание ваших денег вы были на youtube-канале все для клюва давайте вместе строить правовое государство и ловить рыбу бесплатно на чистых берегах без браконьеров и таких вот соловьев разбойников всем удачи всего хорошего следимся на работе пока